Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. 29-й раз вы будете меня слушать. Так, значит, тему вы уже знаете. Так получилось, что мой второй непременный участник, Тимоша Тимофей, не сможет участвовать второй раз подряд. Бабушка у него учительница первого класса. Я вынужден произнести всю ту же фразу. Бедный ребенок. Вот. Теперь так. Паченко Сергей мне прислал высказывания Альберта Эйнштейна. Я с удовольствием их прочитал. Вот. Надеюсь, что потом, не сейчас. Вы тоже это прочитаете. Второй раз заглянете в эту запись. Так. Ну и ничего я тут не выделял. Вот. Нет, все-таки выделил. Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно. Вот и идет открытие. Вот. Вспоминайте. Сычев Александр Иванович. 2004 год. Крупнейший журнал. На тот момент самый популярный в России. И вот знаменитая фразу. Северная линия. Курск-Воронеж. Абрикоза можно пересадить по пальцам. А мы-то этого не знали. Так. Ну и еще хочу. Ну это все вот так вот почтете, почтете. Здесь много интересного. Много полезного. Вот. Вошедший Илья или все вокруг меня. Ну это грубо. Так. И вот я выделил только вот эту фразу. Из Эйнштейна. Если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребенку, вы сами этого не понимаете. Вот так вот. Я взял тогда. И ребенка, который видел эту фотографию, я делал в зоопарке в частном. вот этих несчастных снимал кроликов или зайчиков. Кроликов, по-моему. Вот. Которая суждена мученическая жизнь, мученическая смерть. Вот. Я ему объяснил. Больше мы туда не ногой. Мы поощряем вот это мучение. Не знаю, получилось или не получилось. А потом, друзья мои. А, ну это все еще Эйнштейн. Потом, друзья мои, появилась вот эта вот почти появилась книга. До книги я хочу сказать следующее. Я хочу сказать, что когда мне было это очень важно для меня. Хотелось бы, чтобы для всех. Когда мне было 8 лет, я тяжело заболел. Я лежал в кровати. Мне принесли книгу. Книга называлась «Стране утренней свежести. Народные сказки Кореи». Я все забыл их. Эти сказки. Кроме одной. Я своему этому ребенку рассказывал. Я говорю, представь себе, он еще обижается. Толстый, сытый, мордой, еле в экран влазит. Я вот так с ним по-простому. Он быстро взрослеет. Хотелось бы, представь себе корейский мальчик. Целые дни с утра до вечера на работе. Ни минуты покоя. Бедная, несчастная семья. И только ночью отдых. И он так хотел научиться читать. И он взял и где-то достал книгу. А читать он не мог. А время было черная ночь. И тогда он придумал. Он взял палочку. Видимо, клей. Скорее всего, я не помню, скорее всего, это была живица. Смола древесная. И ловил и приклеивал сверчков, сверчков, сверчков. И вот когда эти сверчки, сверчков накопилось много, вот при свете этих сверчков он читал эту книгу. Учился читать. Вот. Тимоша был удивлен, потрясен. Как же без фонарик-то? И вот, значит, прошли годы, десятилетия. И вот эти сказки сделали меня, как сказать, оставили такой след неизгладимый от этих сказок, что для меня корейцы это уважаемейшая нация, независимо, кто правит, кого кто-то обзывает там диктатором, кто-то миротворцем. Знаете, включите телевизор. А для меня корейцы это братья. Вот так. Только из-за того, что я читал эти сказки. Сейчас приучаю Тимоша. А я учился в сельской русско-украинской школе. И с тех пор и до сих пор для меня все украинцы братья. Нас пытаются сделать врагами. Каждый день долбят. Для меня украинцы братья. Потому что я учился в русско-украинской школе. И никто меня с этого пути не собьет никогда. И теперь и вы услышав меня может быть никак. Это не политика. Я о братской любви братскому народу. Ладно. Это я не мог не высказаться. Надеюсь вы меня понимаете. Вот это кстати символ не только это. Это символ и наше общество. И вот она книга родилась. Записки зачарован сибирского садовода. Вы знаете меня приходят письма есть люди намного очень такие какое слово выбрать какие-то какие-то слова не могу подобрать. В общем так Валерий Константинович а педанты вы мне поэтапно и главное он не говорит что он заплатит за знания вот там за мои учебные диски он просто пишет письмо так Валерий Константинович пожалуйста все вежливо вы мне поэтапно все распишите как не вырастется поэтапно вот ну а те кто подсуетился те заплатили за это наперед чтобы вот если бы не ваши деньги не было бы этих записок а как иначе тут же часть ваших денег шла и на это самое на издание как бы лишних книг правильно то есть там прибыль которая будущая она у меня в кармане не окажется это на вот эти будущие книги которые еще в черту на продаж и что в них вот то самое поэтапно сейчас я вам расскажу как анекдот как-то в одном сегодня рассказывал может двое трое помнят или слышали вот приезжаю я в Красноярск поступаю в институт и обязательно хоз работает да вот у меня за хоз вдруг прошел дичайший снегопад вот там при этом самом взрослые деревья вот снега мокрого столько налегло что ветки трещали ломались как спички меня за хоз вручает швабра и говорит иди молодой человек сбивай снег вы вы бы видели эту картину она не вошла в книгу вы поймете почему нужна книга сейчас поймете откуда берутся наблюдения я подхожу бах швабры на меня тонна а рядом люди идут в улице рядом сотни людей идут смеются пальцем показывают я спасаю следующую ветку снегопад идиот а ветки ломаются одна за одной практически на глазах это редкий случай забывает бах по ветке не успевают скосить на мне тонна снега ох люди не надо было им ходить смотреть на какой темористический фильм сейчас только показывали новогоднюю ночь и сейчас еще по моему идет по центральному телевидению вот все насмеялись а я нет я не смеялся я вернулся мокрый еле живой но я спас деревья сколько мог столько спас но главное это не это прошло время и такие снегопады я глядел в лесу а там ветки не ломались и тогда я понял пересаженное дерево помните мое выражение оно пошло в народ пересаженное дерево инвалид вот я получаю письмо ну как вы утверждаете Олег Константинович пересаженное дерево инвалид и дальше по тексту вот поняли да пересаженное дерево имеет более хрупкую древесину почему а это учеба друзья мои напомню еще раз может быть четвертый может второй может восьмой памяти то нет вот старею о том что я сказал берете дерево с целой кроной с обрубками корней садите и с первой секунды на новом месте древесина начинает умирать ну потом грит ротовик грезет ее он не виноват и вот мы еще много дури с вами будем изучать а куда деваться вот научиться расти деревья очень легко вот научиться их не калечить это гораздо сложнее башки там битые в миллионы вот теперь поняли вот на этом примере да что такое записки а начали записки с меня с шестилетнего вот так вот ладно